как дорогие друзья всем доброе утро извиняюсь за опоздание так ну если читали мой пост на странице фейсбуке то я пришел во время просто просто что не в 10 а как как вот это понять во время пришел человек или нет тут очень интересная вещь да очень интересная вещь я вспоминаю одну историю про ровец как азильбера да всем всем шалом значит он как-то ехал с одним человеком и они опаздывали к какому-то времени до опаздывали какому-то времени и этот человек ехал за рулем и очень нервничал очень нервничал и переживал по ходу он давил на газ он ехал а раф зимбер ему говорил успокойся говорит успокойся но кто тебе сказал что если ты будешь нервничать и ты будешь сильно переживать то ты из-за этого быстрее приедешь и вообще ну кто сказал что вообще тебе нужно там быть именно в это время значит ты как бы делай свое а какой будет результат зависит от бога и они подъехали этот человек рассказывал что они подъехали к этому месту куда они ехали и в этот момент обычно там надо было еще и минут 10-15 ездить искать парковку но в этот момент отъехала машина и они прямо стали в то место где где освободилась на парковке и не минуты не искали парковку конечно 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 надо приходить во время то есть считается что надо приходить во время это принято некоторые даже говорят что тот кто не пришел во время он ворует время у того кто пришел во время Но это не факт, это не факт. То есть тот, кто не пришел вовремя, он не пришел вовремя, это факт. То, что он ворует время у другого, не факт, потому что люди должны знать, все должны знать, что человек предполагает, а Бог располагает. Если ты пришел вовремя, а кто-то пришел не вовремя, это не значит, что он у тебя украл время. Это значит, что он пришел не вовремя, это факт. А вот эти ярлыки, украл время или нет, это уже развешивает каждый человек. Если я пользуюсь внутри себя этим ярлыком, украл время, то я становлюсь прокурором-обвинителем для других людей. То есть я на них как бы навлекаю, то есть в моей картине мира, с каждого же действует Бог. Я делаю сразу, ну люди же опаздывают, это бывает, я делаю сразу, например, в мире 50 воров по моей системе, в моем мире. То есть Бог через меня действует, я навесил ярлык, кто опоздал, тот вор. Значит, я создал 50 воров сейчас в мире своими мыслями. Теперь, значит, когда я сам опоздал, кто я? Тоже вор. Значит, то есть я установил меру суда за этот поступок, но если других судить я не могу, то я-то сам полностью в моей власти, то есть у меня-то внутри Бог же сквозь меня действует. Понятно, да, идея? То есть если я развесил внутри своего мира ярлыки, это сейчас объясняет, как работает закон, мера, что Адам меряет, мера, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть, понятно, да? Если я развесил у себя в голове ярлыки и говорю, что тот, кто опаздывает, он вор, то есть я как бы сужу, но я же не могу его судить. То есть я для него не судья. Бог учитывает, что есть кто-то, кто к нему плохо относится, это Бог учитывает. Он как бы, но мое влияние на него, это примерно как влияние комара на слона. То есть каждый, ну, моя мысль, где я думаю про другого человека, она имеет влияние в этом мире, но она влияет как очень слава, как комар на слона, возьмем так. Но моя мысль, которая внутри меня, на меня она влияет очень сильно. Поэтому если я думаю, что тот, кто опаздывает, он вор, в момент, когда я опаздываю, я становлюсь вором, и в этот момент это уже влияет на мою жизнь конкретно. Вот так работает закон, та мера, которую человек меряет другим, меряют ему с неба. Понятно, да? Поэтому лучше быть адвокатом для других, потому что в этот момент ты становишься адвокатом для себя. И когда ты мягко смотришь на ситуацию, на людей, на мир, в этот момент ты улучшаешь прежде всего свой внутренний мир, свое сердце. Потому что если у меня внутри живет обида на кого-то, особенно невысказанная обида, да, есть запрет в Торе ненавидеть ближнего в сердце своем. То есть если у меня внутри есть обида на кого-то, и я ее не высказал, то кто страдает? Я страдаю. Получается, я же сам терпиво, получается, да, то есть я, который, представляете, он внутри таит обиду, он в ней варится, 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 или завидует, завидует, завидует. В итоге, в итоге, кто пострадал-то? Ну, ты сам и пострадал, понятно. Хорошо. Значит, сегодня мы подошли к Мишне, мы уже изучили пять, пять таких магистральных подходов к жизни учеников Раббан Йоханана бен Закая. То есть мы изучили пять подходов к жизни. Рабби Элезар бен Урканас, Рабби Ушо бен Хананя, Рабби Йоси Акоэн, Рабби Шиман бен Атанель, Рабби Элезар бен Арах. Это пять учеников. Мы про них все узнали, узнали по три их совета. И сейчас мы подошли к следующему поколению мудрецов, Рабби Тарфан. Рабби Тарфан, он жил как раз уже после разрушения второго храма, то есть это начало нашего века, нашего тысячелетия, в котором мы живем. То есть он жил где-то плюс-минус там 70-й год. Он был учителем и партнером Рабби Ативы, то есть они жили в одном поколении. Известно про Рабби Тарфана, что он был очень богатый. Он был очень богатый, у него были там тысячи виноградников, кораблей и так далее. И есть известная история, что однажды он гулял по винограднику, и рабочий или арендатор, он думал, что он вор, его арестовал, там мешок побил, значит, все. Оказалось, это потом Рабби Тарфан. То есть, ну, его даже, ну, он был очень олигарх такой, да. И есть про него тоже известная история, как он Рабби Ативе как-то дал крупную сумму денег и говорит, пойди купи виноградник. Ну, чтобы у тебя было с чего жить. Как бы купи виноградник, сдай в аренду и с этого живи. Рабби Атива, значит, пошел и на эти деньги открыл Колель. Колель это место, где изучают Тору. Где изучают Тору. Открыл Коп, платил людям стипендию, чтобы они могли всю жизнь, ну, весь день учить Тору. А Рабби Тарфан ему через какое-то время говорит, ну, что, Атива, покажи мне виноградник, который ты купил. Он говорит, пойдем. И пошел он, значит, пошел он, показал ему виноградник, показал ему этот Колель. А Рабби Атива говорит, вау, вернее, Рабби Тарфан говорит, это разве виноградник, они Штору сидят учат. А Рабби Атива ему говорит, вот это и есть настоящий виноградник, который дает плоды, вечные плоды. То есть, я сейчас выращиваю такой самый крутой виноградник, который больше всего дает плодов. Хорошо, что нам сказал Рабби Тарфан? Рабби Тарфан нам сказал следующую мишну. Он сказал так. Айом Кацар. Он нас предупредил, что день короток и апуали ма цирим. Айом Кацар, а нет. Айом Кацар вам лохами рубай. День короток и работа, она многочисленная, так он сказал. Много работы. День короток, работы много. Вэапуалим Ацелим. Пуалим это рабочие. Они Ацелим, они ленивые. Вэапуалим Ацелим. Ваасахар Арбе. Награда большая. Вэбалябайт Духэк. Балябайт хозяин дома, он Духэк это толкает, подталкивает. Значит, это он дал такое метафоричное описание. Всех аспектов жизни человека в этом мире. Айом Кацар, значит, Айом это день. Йом это день. День короток. Но говорят комментаторы, что он имел ввиду не день короток, а жизнь коротка. Но смотрите, вот один день человека это как бы метафора его жизни. Потому что жизни как таковой ее же нету. Ее нету. То есть есть, все время есть только один день, в котором ты живешь. Есть твое предположение, что будут еще какие-то дни. Но это существует у тебя в голове такая растяжка. Есть твои воспоминания о прошедших днях. Но по факту ты все время живешь в одном дне. И ты в этом одном дне находишься всю свою жизнь. Проснулся, дожил до вечера, лег спать. Все, вот это твой день. И этот день он короток. И жизнь коротка. Потому что вот этот день, в котором ты проснулся и заснул, он в любой момент может закончиться. Вчера, например, было интересное такое у меня событие. Год назад, даже меньше года, умер молодой парень. Натан Джун его звали. Натан Джун, вот сегодня пускай этот будет урок. Лилу Нишама пускай этот урок будет для поднятия его души. Чтобы он там в раю поднимался. Дальше он был религиозный парень верующий. Он умер, оставил трех детей. Ему было лет, может быть, 35. Он был спортсмен. Он тренировался. Он не пил, не курил. Он был примерно семьянин такой. Он был, ну, помогал по бизнесу. Я с ним советовался во многих вопросах. И он умер на тренировке. Он ударился ногой. И у него загнорилась нога. И он умер вот так вот прямо. Причем это было месяц перед Рошашана примерно. Рошашана это вот этот Новый год, когда выносится судьба на будущий год. И это было очень страшно. В этот месяц умерла там он, еще одна молодая девушка. Умерли последний месяц года. Мы как бы относимся к Рошашана как бы, да, что суд на небе и решают, будешь ты жить или не будешь. И мы Рошашана просим, чтобы мы жили там и так далее. Но как бы относишься к этому всегда так, как, ну, типа молитва, ну, Рошашана, ну, дед сюда. А тут бах. И оказалось, что вот два молодых человека, они не дожили до следующего Рошашана. И вчера, почему я про это вспомнил. Вчера, знаете, есть в Вайбере, когда кто-то выходит в Вайбер, то выходит его фотография, типа он вышел в Вайбер. И вдруг вчера такая его фотография выходит, Натан Джун вышел в Вайбер. Ну, наверное, кто-то его номер включил или как-то его номер куда-то перешел, не знаю. Потому что его похоронили почти год назад, он в Вайбер не вышел. Но это было вчера такое напоминание, когда он такой в шляпе, он такой, оп, здрасте. Поэтому урок сегодня Лилуни Шамад для поднятия его души. Так вот, сказал нам Раби Тарфан, айомка цар, жизнь коротка. То есть ты можешь сидеть сегодня и думать сколько угодно о том, что у тебя впереди 20 лет, 200 лет, 2 года. Но ты должен понимать при этом, что никто не знает сколько оно будет вообще. Ну, то есть это все иллюзия. Все, что ты думаешь про будущее, это конкретная иллюзия в твоей голове. И каждый твой день ты сегодня проснулся, и пока ты живешь, вот айом сегодня, он кацар, он короток. И нужно относиться к своей жизни именно как к этому дню. Вот есть айом, да, есть твои мысли о будущем. Большинство людей, они все время живут вот в этих своих растяжке, да, они все время надеются, что в будущем будет там. Кто-то надеется, что будет хорошо. Им хотя бы сегодня, хоть более-менее у них день сегодня наполнен надеждой. Он сегодня, конечно, плохо, они говорят, относительно того, что я жду в будущем. Но я хотя бы жду хорошего. Другие им и сегодня плохо, и ждут еще хуже. Это вообще капец вариант, да, когда человек, он сегодня, ему плохо, а он ждет, что будет хуже. Вариант, что мне сегодня хорошо, а будет хуже, это тоже не вариант, да, почему. Зачем думать, что мне сейчас хорошо, а будет хуже, зачем портить себе сейчас. Лучший вариант это жить сегодня и думать, что мне сегодня хорошо и будет хорошо. Но при этом знать, что будет хорошо, это, опять же, мои мысли сегодня о том, как будет. Но будет ли, не будет, неизвестно. И лучше об этом и не думать. Раз это неизвестно, лучше об этом не думать. Сказал нам Раби Тархан, Айом Кацар, это понятно, как бы, он сказал нам важную вещь, о которой большинство забывает, хотя у нас уже была первая Мишна в первой главе, там сказал Гилель, Гилель, он нам сказал, что имэн анили, если не я для себя, мили, кто для меня, то есть если я не возьму ответственность за свою жизнь, то кто вообще для меня, если я только для себя, что я, то есть я тогда превращаюсь в эгоиста, который закрыт от всего мира, то есть я должен взять на себя ответственность, но я не могу быть только для себя, он сказал, если не сейчас, то когда, он говорит, кроме сейчас нет другого времени, нет другого времени, а что делать, и вот тут сказал нам Раби Тархан, давайте вернемся к нему, Айом Кацар, жизнь коротка, день короток, то есть Тора, Млаха, по словам Раби Тархана, это то, зачем человек пришел в этот мир, человек пришел в этот мир для того, чтобы работать над собой, для того, чтобы работать над собой, а как работать над собой, пробуждая в себе свою высшую часть, а высшая часть человека это душа, а как пробуждать душу, мер митсва, свеча, это заповедь, то есть с помощью заповедей, в Тора, Ор, Тора это свет, Тора это свет, это ты наполняешь свой интеллектуальный мир, мир своих размышлений наполняешь Торой, в Эдерахаим, путь жизни, то хохот мусар, путь жизни, это сказал царь Соломон, шло вам это, то хохот мусар, увещевание нравственности, то есть ты должен все время себя заставлять идти по правильному пути, вот это Млаха, который человек должен заниматься, он должен все время идти против своей животной природы, против своих глаз, которые его совращают, и своего сердца эмоционального, которое его совращает, а куда идти, куда Бог указал, то есть Тора, заповеди, божественный путь, идя по которому, ты поднимаешься по ступенькам своего духовного развития, и переходишь в конце концов на уровень слияния с Богом, осознания своей божественной природы, и перехода в следующий уровень игры, рай, грядущий мир, и бинго, победа. Теперь дальше, Айом Кацарва Амлахам Руба, понятно о какой работе идет речь, это именно духовная работа, самосовершенствование. Теперь, Ваапа Алима Церим, тут же Настра Бетарфан предупредил, что Пуалим, работники, они ленивые. Кто это работники у человека, это его вот этот вот биоробот, биоробот это тело, это такой биоробот, который хотя устроен он гениально, да, то есть душа человека, его интеллект может управлять этим биороботом силой мысли. Представьте себе, какая вообще, какая, Бог создал гениальное вообще такое устройство, да. Есть там конструкция из там тысяч костей, да, такие на шарнирах, стилет, кто видел, знает, что такое, ну, стилет человека. Конструкция на шарнирах, на ней надеты какие-то мышцы. Вся эта штука присоединена к компьютеру, который состоит из полтора килограмма такого слизи, да, такая, как слизь в голове. Значит, все это прошито какими-то такими проводками, да, это нервная система, которые считывают сигналы с этого мяса и костей, считывают эти все сигналы, обтянуто все такой вот кожей тоже такое, которая, и вся эта штука, она регенерируется, она самовосстанавливается, представляете? То есть, Бог так создал этот скафандр, что он самовосстанавливается, постоянно идет смена, кожа восстанавливается, косточку сломал, она зажила. Вообще, представьте, это биоробот невероятного формата. И, значит, вся эта информация стекается в мозг, в мозгу, и человек, как бы, кто такой человек? Человек это тот, кто управляет этим всем, то есть, самоосознание. Он силой мысли может, подумал, рука поднялась, подумал, рука поднялась, там вообще, то есть, это невероятно. Так вот, но нас Раби Тарфан предупредил, он же знал всю Тору, что поалим, а целим. Вот в этот биоробот вшита программа лени. Вшита программа лени, он, если ты его не заставляешь двигаться, он двигаться не хочет. Вот этот биоробот, если его не поднимать со стула, не гнать в спортзал, не гнать там на пробежку, не гнать учить Тору, не гнать делать заповеди, он сам не побежит. Его нужно реально все время подгонять. И Раби Тарфан нас предупредил, значит, о емкоцар, жизнь коротка. То есть, по-любому она закончится. Раньше, позже, в какой-то день будет последним. Как мне понравилось Стив Джобс, он говорил, что, он говорит, я в 17 лет прочитал такую фразу, что, если жить каждый день, как будто бы это последний день твоей жизни, то в какой-то из дней ты окажешься прав. То есть, в какой-то из дней реально ты окажешься прав, и какой-то день реально будет последним. И когда ты делаешь вот эту божественную млоху, то ты тогда в любой день, как был такой, и его звали Раф-Шах. Раф-Шах, и мне вот, я когда читал про его жизнь, мне запомнилось, что... Его спрашивали, вот почему вы такой прямо прямой человек, который именно... Ну, он такой был бескомпромиссный. Он говорит, а потому что я в любой момент готов уйти. То есть, у меня здесь ничего не держит, я ничего не боюсь. Я в любой момент готов идти туда дальше, на небо, и представить перед Небесным Судом, что я в этой жизни не сделал ничего против Торы, против заповедей, против честности и так далее. Поэтому он говорит, а чем мне бояться? Я, говорит, не боюсь, потому что я ухожу, и все. И, а другое вспоминаю человека, который вообще не из мира Торы, да, это Владимир Яковлевич, такой очень умный человек. Он говорит, все самые мои большие ошибки в жизни, когда шел против себя, против правды, я совершал потому, что я надеялся, что у меня завтра есть что-то, ради чего я готов сегодня кривить душой, там, идти против себя и так далее. Понятно. Значит, давайте вернемся. Айом Кацар, жизнь короткая, это надо помнить, есть только один день. В Амлахам Наруба, Тора, безгранично, много заповедей, ты должен все это постигать, подниматься по ступеням. По Али Мацелим, твое тело, оно, несмотря на то, что оно очень прекрасное, но оно ленивое, ты должен его двигать вот этой вот силой воли, и двигаешь ты его намерением. И куда ты его двигаешь? Если ты твое намерение не направляешь на духовное, на духовное, то что тогда автоматом тело идет на животное. То есть тело, оно запрограммировано, как биоробот, выживать, и для него главное это программа выживания. То есть если им не управлять с помощью души, если не душа является главным элементом направления движения, то само по себе тело, оно или ленится, когда ты покушал, какое животное, если оно поело, будет двигаться? Не будет. То есть если нет опасности, и есть еда, то куда двигаться? Куда кошка уйдет? У него что есть мысль о кругах? Только спариваться, только размножаться. Теперь дальше. Айом Кацар, в Амлахам и Руба. День короток, работы много. По Али Мацелим. С этим понятно. Тело ленивое. В Сахар Арбе. Он говорит, награда велика. То есть награда велика, и надо помнить, вот тут интересно, в следующей Мишне он нам разъяснит эту идею. И до этого была Мишна, когда Раби Лизар Бен-Раху, он эту идею первой озвучил, что когда человек занимается духовной работой, он получает награду не за результат, а за действие. То есть Сахар Арбе, награда велика. Это за каждое твое действие, заповедь, 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 ты получаешь награду. Еще один урок Торы, еще один урок Торы. То есть у тебя оно все идет накопительным эффектом. И награда велика, но главная награда, она же будет уже в раю. Вот человек умирает, его душа поднимается, самоосознание. И кто-то, он туда приходит, он говорит, я всю жизнь этого ждал. Класс, вообще, вот это Бог, это Тора, это то, это все. То есть он как бы рад. Другой приходит, он говорит, я всю жизнь про это и не знал ничего. Я всю жизнь-то думал, что самое главное, это там ипотеку выплатить и в Турцию съездить. Ну, например, ну, я как бы всю свою жизнь отратил на то, а если человек еще умер раньше срока и не успел ни в Турцию съездить, ни ипотеку выплатить, а потом, оказывается, там его жена вышла второй раз замуж, и потом третий раз, и потом четвертый. Бывает такое. Есть такие женщины. И от каждого брака детей нарожала, да? А человек думает, а я все время там старался, 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 и все. С неба смотрит и думает, а вот заповеди не делал. Насчет награды, я сейчас короткую расскажу вставочку. Есть такой еврей, зовут его Эли Горн. Эли Горн, он миллиардер. Он заработал несколько миллиардов долларов, один из самых богатых людей в Бразилии. И вот уже в возрасте, там, за 70 лет, ему врачи сказали, что у него какая-то болезнь партинсона, что он скоро умрет. И, значит, и он в этот момент, он вдруг понял, что вот он работал, 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 а он скоро умрет. То есть уже конкретно он там ездит на кресле каталки, все. И он решил все свои деньги раздать. Раздать на благотворительность, на Тору, на заповеди. Там он очень сильно сейчас этим только занимается. Все еврейские проекты практически, кроме нашего, они на его, он в них участвует деньгами. Единственное, что пока он про нас не знает, но с Божьей помощью, может, кто-то ему скажет. Элли Горн его зовут. Так вот, он, я лично слушал его выступления, переводил, я был там на молодежной одной организации, вел как бы модератор, сидело пять миллиардеров, и я задавал от имени молодежи им вопросы и их ответы. В общем, Элли Горн говорит, я всю жизнь, почему я стал очень богатым? Я боялся быть бедным. Я убежал от страха. Я боялся быть бедным, я боялся быть вторым, и я ломил вперед от страха. То есть, вся его жизнь была мотивация страхом. И он, значит, ломился, и он стал очень богатым. А сейчас, говорит, я опять боюсь. Я боюсь прийти на небо и быть там бедным. Так как же так? Я здесь работал, но я же с собой это не унесу. Значит, я буду сейчас с собой заберу заповеди. И он все деньги переводит теперь в валюту духовную, в заповеди. Теперь Сахар Арбе. Мы разобрали, что имел в виду Рави Тарфон, когда говорил, награда велика. И последнее, чем он закончил, Баля Байт Дохек. Баля Байт это бог, хозяин дома, он Дохек. Он двигает человека, или когда он ему дает возможности делать заповеди, то человек утром поучился, и дальше целый день он делает заповеди, он сам включился в божественную работу. Или хозяин дома его двигает. Бог же создал человека, чтобы человеку давать. То есть его цель была, когда он создавал Адам Решона, дать ему вечное счастье и добро. Только чтобы это было настоящим добром, он создал игру, когда это добро ты должен заработать. Но бог-то он добрый, он же хочет дать человеку добро. Если человек не хочет его зарабатывать, то он его чуть-чуть подталкивает. Как он его подталкивает? Страданиями. Баля Байт Дохек. То есть бог, он каждого человека подталкивает страданиями в этом мире, чтобы человек двигался в правильном направлении, чтобы он проснулся, очнулся, чтобы он выскочил из этого виртуального поиска удовольствия и счастья в этом мире, это ничего нельзя найти, в будущем ничего нельзя найти, в прошлом ничего нельзя найти, а чтобы человек включился в настоящую работу, внутреннюю работу, духовную работу, которая навсегда с тобой. То есть обычно люди бегут за счастьем, придумывают, вот я сделаю, 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 и потом я буду счастлив когда-нибудь, да? Да? Бог толкает человека, он ему говорит, нет, тебе всегда, ты будешь всегда оем, всегда ты будешь сегодня, тебе всегда, главное для тебя будет твое внутреннее состояние, а не внешнее, что у тебя есть, потому что если ты рыдаешь в Мерседесе или ты рыдаешь на скамейке, тебе плохо одинаково, это ложь, что тебе в Мерседесе рыдается лучше, ты в момент, когда тебе внутри плохо, тебе плохо везде. И вот это вот то, что Раби Тарфа нам сказал, что Бог подталкивает с помощью страданий, или ты, то, что называется мусар, мусар это ты сам себя заставляешь делать правильные вещи, и ты выгребаешь свои страдания с помощью ежедневной самодисциплины, когда ты заставляешь себя двигаться в духовном направлении, а кайфуешь ты внутри. Внутри ты получаешь удовольствие от того, что ты двигаешься правильно, правильно. И значит, то рассвет, чтобы она нас освещала, каждый момент нашей жизни, внутренний мир, внешний мир, и чтобы мы выполняли хотя бы десятую часть из того, что изучаем. Все, с Божьей помощью, что вы, давайте подведем итог, что стало понятно нам после урока сегодняшнего. Значит, мне стало лично понятно, что еще раз оем, главное время это сегодня. То есть не надо ждать, что завтра будет лучше, лучше должно стать сегодня. И лучше должно стать Паалим Ацелим, то есть тело мое, оно идет как бы против того, чтобы сделать, а значит надо его заставить, сегодня надо делать заповедь, 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 заповедь. И Паалим Ацелим, Сахар Арбе, то есть нужно помнить всегда, что награда это она внутри, награда она во внутреннем ощущении близости к Богу. Когда ты думаешь о Боге, делаешь что-то, то тебе внутри хорошо. И значит, он Духэк, он нас подталкивает или через сообщение, через Тору, через знание, или через страдание. Так лучше давайте идти хорошим путем через учебу. Все, друзья, удачи, успехов, брахава, ацваха, как говорится, благословения и успех. Главный успех, внутренняя работа, духовная работа, духовный рост. Все, пока. Напишите свои отзывы, пожалуйста, не отзывы, а свои выводы. Значит, поделитесь уроком, распространяем Тору и делаем заповеди, делаем заповеди. Все, пока.